Всем привет! Вы, наверное, помните, что на прошлой неделе мы вас обещали чем-то порадовать в понедельник. И мы свои слова держим. Вот только что взяли в типографии. Это пока контрольный экземпляр. Перед вами каталог памятных монет Республики Казахстан. Это первый выпуск у нас. Здесь у нас только-только памятные выпуски. Но зато про них и здесь указано много интересной информации. То есть здесь у нас не просто цены, как в обычном стандартном, а у нас еще и различная информация тут имеется. Полезная. То есть так мельком пролистаю, чтобы было понятно, что здесь. Вот это у нас был дежурный черновичок. Ну, чтобы вы представляли, что надо вносить правки, надо исправлять. Очень многое на экранах не видно, не заметно. И поэтому всегда приходится распечатывать контрольный выпуск. И уже потом вносится, вот обратите внимание, тоже даже по обложке, да. Изначально вот обложка была немножко другая. Потом решено было все-таки под вот эту подложку 20-тысячное изображение сделать чисто черно-белой, для того, чтобы оно эффектнее смотрелось. Пока тираж будет небольшой, 100 экземпляров. Следующий каталог, который тоже уже практически готов и в начале следующей недели отправится в типографию, в печать, как и этот. Это будет обычный каталог ценник, к которому вы уже привыкли. Там будут все купюры абсолютно, которые вышли, обыкновенные тестовые купюры вышли. Все будет там указано с ценами, по видам разложено. Максимальная информация дана по переходным сериям будет. То есть все, что полезно для обычного коллекционера банкнот. А это вот именно чисто такой узкоспециализированный. Дело в том, что банкнот у нас уже вышло памятных 10 штук официально. То есть это уже очень большое количество и очень много информации накопилось. Но все это вы сможете узнать, приобретя этот каталог. Дело в том, что вот это вот пока с типографией свежий, оттиск уже утвержденный. Он пойдет в печать, уже пошел в печать. А на следующей неделе, ориентировочно, может быть в среду где-то, весь тираж будет готов. Хорошая глянцевая бумага, исключительно цветная печать. Цена на этот каталог будет в розницу 5000 тенге. Оптом будет немножко меньше, но опт соответственно как бы от 10 штук. Продажами будет заниматься исключительно Игорь Палыч. Мне лучше пока не писать, потому что мне надо готовить другие каталоги. Как вы знаете, в прошлый год мы немножко проленились и ничем вас не порадовали. А вот в этом году нам некогда лениться, нам надо работать. Поэтому я работаю, я готовлю новые каталоги. Игорь Палыч занимается продажами. Свой WhatsApp он закрепит в комментариях. И можно будет ему писать. Параллельно у нас получится к концу следующей недели будет готово два каталога. Вот этот по памятным банкнотам и обычный ценник по банкнотам. То есть соответственно мы специально так подгадали, чтобы учитывая опыт предыдущих выпусков, очень многие... И учитывая, что почта немножко все равно бьет по карману, мы сделали так, что если кто-то будет заказывать два каталога, то дешевле будет обходиться пересылка соответственно. Но в первую очередь мы будем, конечно, ориентироваться на оптовую пересылку по крупным городам, для того, чтобы все смогли сэкономить на именно затратах на почте. Так что связываться будете с Игорем Палычем, обговаривать какое количество, в какие города он будет всем заниматься. Просьба огромная меня не беспокоить по поводу того, что вышлите мне там один каталог и все остальное. У меня все силы сейчас, все свободное время направлено на то, чтобы подготовить каталог по монетам. Естественно, как бы планы по поводу каталогов относительно браков, монеты, банкнот, они тоже остаются. И я хочу это все-таки сделать. Поэтому все мое свободное время, все мои выходные, все мои вечера сейчас посвящены исключительно этому. И продажами непосредственно я заниматься не буду. У меня просто не будет времени все это паковать, ходить на почту и все остальное. Так что, в принципе, все рассказал. Надеюсь, что вот этот выпуск вам понравится. Не буду раскрывать всех секретов, но этот выпуск может очень-очень в ближайшее время вам всем пригодиться. Но это секрет. Формат, да, вот Игорь Павлович подсказывает. Дело в том, что формат вот этого каталога чуть-чуть больше. Это сделано для того, чтобы поместить больше текста. Здесь у нас получается 32 страницы. Хорошая глянцевая бумага. Формат вот этот почти А4, немножко меньше, чем А4. Формат каталога ценника будет стандартный. А5 формат, то есть, чтобы оно помещалось в обычный конверт. Так что, но там страниц будет гораздо больше, сами понимаете. Там полностью охвачены все купюры циркуляционные, эмиссионные, так называемые. И плюс тестовые купюры, в том числе две тестовые новинки. Но рассчитываем, что где-то, может быть, в следующую среду или вторник, как получится, мы уже вам покажем точно такой же распечатанный вариант каталога ценника, чтобы вы могли представить. Кстати, вот здесь вам уже обложка его есть, Игорь Павлович. Наведите? Вот его обложка, чтобы вы представляли, как он выглядит. То есть, вот в таком варианте он будет. Страниц там будет много, там, если я не ошибаюсь, 52 или даже 54 страницы, что-то вот так. То есть, это очень хорошая такая толстая книжинца. Что ж, всем удачи! Мы свое слово держим и постараемся этот год очень ударно отработать по литературе, по справочникам и по ценам. Всем удачи! До новых роликов! Ждите! Обязательно вас порадуем!